От тьмы к свету Кассета вторая Отец Деодор Сама-то говорит И уж так-то жалостно в глаза мне глядит Уж как тут было ей в просьбе ее отказать Да еще и то сказать, что в ту пору Я бы ее не то что с постели на лавку А, кажись, до губернии бы до нашей на своих руках донес Было бы только душа и ее довольна Вот перенес я ее на лавку Чуточку она полежала, да и говорит Денис, есть кто в избе? А я говорю, нет, никого нет, все повышли Тут как-то случилось, что никого народу в хате не было А она и говорит Я тебе на народе говорить не хотела А теперь вот, что тебе скажу Жить мне много, ежели два денежка остается Так вот, что я тебя буду просить Не покидай ты ребятишек, не обижай их Сам ты знаешь, какая тебе жена была Ни с кем я детей этих не наживала А одна в них наша с тобой кровь Так уж ты их заради самого Господа Бога не бросай Сказала она это, схватила меня за руку Притянула к себе, да как поцелует Что в ней было силушки Крепко так поцеловала, а потом говорит Может ты уж думаешь жениться Человек-то еще молодой Сама я знаю, мужику нельзя без бабы обойтись Так смотри лучше, тогда выбирай За какую зря не бросайся А сперва о детях наших подумай Оно положено второй матери человеку Никогда не найти А все-таки подольше подумавши Лучше выбрать можно Чтобы никакая тиранка была И сирот не забежала А я ей говорю Помни, Акуля, слово мое Что не будет у меня другой жены после тебя Одна ты у меня была с тобой И думал век свой прожить А не привел Бог Верну уж его святая воля А только я уже в другой раз Вступать в закон не буду А она опять меня за руку взяла Да говорит А не будешь Так и того до моей души спокойнее Только ты помни, что я тебе К этому не преневоливаю Хотела она мне еще Что это к этому добавить Да вдруг схватил ее кашель И слово выговорить ей нельзя стало Этот у нас с ней разговор был в среду А на другой день В вечерню Она кончилась Приходилось это на самый напокров И пожелалось ей в этот день Причаститься святых тайн Побег я за священником А он уж собирается идти обеднюю служить Спрашивает меня Что она, не дюже трудна? Успею я ее причастить после обедни? А я говорю Успеете, батюшка Она трудна, да не дюже Самому и в голову не приходит Что ей уж и до завтра не дожить Да и как подумать-то было Ночь, она спала тихо, покойно На заре только один раз На пицце попросила И тут, как я за священником пошел Она лежала тихо так Ровно дремала Иду я от священника Подхожу к Сапунову двору Устинка мой бежит Тятечка кричит Иди скорее, мамка кончается У меня и в глазах темно стало Вбегаю я в хату Акуля сидит на лавке Руками на груди рубаху рвет Верно, дюже уж ей трудно дышать было И вся трясется Ровно вот листочек осиновый Я подошел к ней Говорю Акулечка Что это с тобой? Хочешь водиться и спить? Она прямо на меня смотрит И не видит Уже у нее это смертные потемки были Она уже ничего не видела глазами А мамаша моя говорит Она у Сапунов вторую ночь ночевала Денисушка, дадим ей спиртику понюхать Что с барского двора брали Далее спиртику Стала она чуточку тишать Проглянула глазками Да и говорит Оденьте меня Из яблок Одел я ее постилкой Сверху еще полушубком Да свитую своею Лежит она тихо так Ровно как дремлет По более часу она так лежала Приехал священник А она все лежит Не ворохнется Мамаша моя хотела было ее побудить А он говорит Нехай ее лежит Отдыхает Не замайте ее Я обожду Ну а она должна быть Сама учуяла разговор Говорит батюшка Я не сплю Приобщите меня Отсповедовал ее священник Причастил Да и говорит Ну телу воздравия Душево спасения Теперь не заваливайся Акулина Она ничего Но в ответ ему не сказала Только головой покачала Причастилась она Проводили мы священника А я сел возле ей Да и сам не знаю Как вздремнул Да признаться Сказать последние четыре ночи Вовсе почитай Что глаз не закрывал Вдруг толкает меня теща Сынок Вставай Акули тебя кличет Скочил я А она Машет рукой Говорит то ей Уже не в мочь было Чтобы я И мамаша ее родная Тоже подошла Подошла то В головах Возле ей стало А я в ножках стою Акуля стала Говорит да тихо Так Чуть слышно слова Выговаривает Мамаша говорит Я вчера себе Денису приказывала Ежели ему вздумается Жениться То чтобы он Не стеснялся А только убедительно Я его просила Чтобы он Лучше глядел И брал бы себе Жену умную Добродушную Чтобы детям нашим От ей обиды Не видеть Ну а теперь Мамаша Покликьте ребятишечек Мне желается Их благословить Позвала Теща Устинку Добродушенька Прости Я тут Газик вздохнула Покликнула Потянулась Да и кончилась Как ее Обмывать встали Мамаша Послала За священников Меня Первую Панихидку Отправить Как служили Как ее Церковь Несли Как я С ней Мертвый Прощался Ничего Этого Я не помню Домашние Рассказывали Мне потом Что я Тогда долго Недель шесть Или больше Вроде как Не в своем уме Был Однако Раз так Вот даже Отец Меня из петли Вытащил Ну потом Встали Помаленьку Стал отходить А все На сердце Такая тоска Такая тоска Что и рассказать Нельзя Больше Полгода Сокулинной Смерти Прошло Уж Реки Прошли Весна Наступила Люди В поле Выехали Пахать Сеть Радостно Всем Так Весело Один я Как чурка Какая Хожу И никакой Работе Руки У меня Не прилегают Помню На третий Дель Святой Это было Пошел Я в поле Хлеб Свой Поглядеть Прихожу На загон А уж Рожь То на нем Высокая Да густая В другое Бы время Сердце Радовалось На такой Хлеб Глядючи А тут Глянул Я так Себе Разочек Да и Думаю И на что Это Господь Хлеб Такой Зародил Кабы Спокойности Своей Мне Его Убирать А то Кто Теперь За мною Возить Будет И вспомнились Мне тут Ее слова Как мы Лето С ней Работали Как Она Мне Тогда Сказала Что Последняя Это наша С ней Работа Была И так Стало Мне Грустно Так Тяжко Что Прямо Хоть Руки На себя Наложить Сел Я На рубеж Возле Загона Голову На руки Опустил И задумался Долго Ликор Открыто Сидел Только Вдруг Чу Кто-то Меня За плечо Трогает Поднял Я голову Смотрю Стоит Передо Мною Старичок Седенький Одежда Нем Худенькая На ногах Лаптишки За плечами Сумочка Висит По всему Заметно Странник Стоит Он Передо Мною На палочку Оперся И ласково Так прямо В глаза Мне Глядит А после И говорит Что это Ты голубчик Мой Невеселый Такой Али Горе У тебя Какое Есть И так То он Ласково Так хорошо Это Меня Спрашивает Другие Станут Бывало Жалеть Утешать Только Больше Тоски Нагонят А с этим От двух Слов На душе Легче Становится Разговарив Мы с ним Помаленьку Стал я Ему Горе Свою Рассказывать Начал На свою Судьбу Жаловать И говорю Мне Теперь Белый Свет Не Мил Никакому Делу Руки Не Прилегают Один Мне Теперь Конец Петлю На Шею А он И Говорит Голубчик Ты Мой Беленький Не Говорит И слов Этих Страшный Непростительный Грех Тому Кто Такие Слова Произносит А Ежели Тебе Вся Работа Домашняя Опостылила Так Послушайся И ты Вот Какого Моего Совета Поклонись Ты В ноги Отцу С матерью И попроси Ты Их Благословения Сходить Куда Ни На Есть К Святым Местам За Свою Покойницу Богу Помолите И Свою Сердце Молитвой Облегчить У Меня У Самого Не Хуже Тебя Горе Было За Одну За Ночь Жена С Думя Ребятишками Сгорели И Все Добро Погорело Я Тогда В Отлучке Был Верс За Пятьдесят Шорничать Ходил Ворочаясь Ни Хозяйки Ни Ребят Ни Избы Ничего Нет Думал Я Тогда Что И Ума Решусь Руки На Себя Наложить Собирался Да Спасибо Надоумили Меня Добрые Люди Странствовать И Ти И Вот С тех Пор Десятый Год Бражу Я По Святым Местам И Дал Господь Душе Моей Мир И Тишину Долго Так Проговорили Мы Со Странником Уж Темно Стало Как Мы Ко Двору С Ним Пришли Переночевал Он У нас А На Утро Я У Родителей Благословился Странствовать Отслужили Мы Молебен Путешествующим По Нехиду По Моей Покойнице И В Четверг На Светлой Неделе Отправились В Путь Пошли Мы С первоначалу В Киев Оттуда Прошли В Пачаев Потом Побывали У Сергия Троицы На Валааме У Соловецких Угодников Проходили На Афон Гробу Господню Сподобились Поклониться Во всех Этих Странствиях Прошло По Более Четырех Лет И Как будто Полегче Стало У меня На Сердце Становиться Вспоминать Я Часто Про Свою Покойницу Вспоминал Но В этих Мыслях Не Было У меня Больше Того Отчаяния Как Прежде На Обратном Пути Из Иерусалима Пришлось Не Расстаться Со Своим Товарищем У Него Что-то Ноги Опухать Стали И В Городе Одессе Слег Он В Больницу Не Желалось Мне Его Одного Кидать В Незнакомом Городе Думал Я С Ним Побыть Пока Не Оправиться Да Он Об Этому И Слышать Не Захотел Нет Говорит Денис Тебе Здесь Оставаться Незачем Ежели Мне Судьба Умирать Так По Тебе Соскучились Да И Негоже Тебя От Дому Отбиваться Вспомни Про То Что У Тебя Там Двое Сирот Остались Подумай Про То Какого Неразумным Детям Без Отца Без Матери Возрастать Послушался Я Доброго Совета Распрощался Со Своим Товарищем И Пошел Ко Двору Домой Я Пришел Под Летнюю Казанскую Уж Скотину Пригнали Когда Я Ко Двору К Нашему Подходил Смотрю Евгения С Татьяной Около Двора Стоят С уседкой Что-то Разговаривают Завидели Меня Да И Толкуют Промерзу Себя Чей же Это Странник К нам Идет А Я Подошел Ближ Да И Говорю Здорово Вам Или Уж Я Так Переменился Что Вы Меня Признавать Не Хотите Бегли Тест Сперва Было Забоялись И Не Идут А Зато Уж Потом Сколько Радости Было Обхватили Из Двоих Концов Целуют Ласкают Бабы Тогда Плакали На Них Глядя Пошли Мы В Хату Пришли Папаша Мамаша Так То Уж Рад Это Как Не Знает Где Посадить Чем Угостить Мамаша Прямо Плакать Начала Сыночек Тебя Не Увижу Стали Тут Меня Домашние Про Мое Странствие Расспрашивать Стал Им Рассказывать Любопытно Им Слушать А Уж Особливо Про То Как Сподобил Меня Господь В Иерусалиме Побывать И Всей Святыней Тамошней Поклониться А Дарил Я И Всех Крестиками Иконочками Просворами Девуется Любопытно Им Все На Другой День После Обедни Это Воскресенье Приходилось Попросил Я Священника Отслужить Панихиду Пошли Мы Семь Семей Страна Кладбищ Отслужили Панихиду Потом Священник И Все Домашние Домой Отправились А Я Остался На Погосте Могилочку Оправить А Копал Я Ее Дерном Получше Обклав Все Как Надо Сделал А После Стал Около Могилочки Прямо Мне Как Сосватался Я За Акулю Как Мы С ней В церкви Под Венцом Стояли Как Она Устиньку Родила Как Она Убилась Как Померла Все Это Мне Припомнилось И Опять Меня Тоска Взяла И Думалось Мне Нет Не Стерплю Я Здесь Жить Только Вот Рабочую Пору Своим Помогу А Там Опять Куда Нибудь Странствие Отправлюсь А А полюбиться Где Какой Монастырь Так И Совсем В Монахию Иду Чтобы Не Ворочаться Больше Никогда В Эти Места И Сердце Своего Не Тревожить Раздумался Я так И вдруг Слышится Мне Совсем Явственно Кто-то Меня Кличит Денис А Денис Глянул Я И Обомлел Весь Прямо Передо Мною Сидит На Могилочке Моя Покойница Хотел Назад Бежать А Она Прямо На Меня Смотрит Да Говорит Да Строго Так Говорит Так Вот Как Денис Иванович Хочешь Ты Детей Наших Кидать О Своем Только Спокой Думаешь А Про То Забыл Что Мне Перед Смертным Часом Обещал Так Помни Что Не Будет Тебе На Этом Свете Спокою Если Ты Теперь Сир Наших Неразумных Густой Пригустой Туман И Сразу Все Пропало А Я Стою Как Шальной Какой В себя Прийти Не Могу Трясусь Весь Только И Слышат Сомни Ее Слова Возрасти Сперва А Там Уж О Себе Думай И Вдруг Сразу Пропал Весь Мой Страх И Положил Я На Себя Крестное Знамение И Сказал Упокой Господи Душу Рабы Твоей Акулины И Пошли Мне Силы И Умения Возрастить Сирот Наших Пришедший Домой Я Никому Из Домашних Ничего Не Сказал Про То Что Со Мной Было На Погосте Но Сам В Своем Сердце Положил Жить Дома Какая Бо Меня Тоска Не Брала И Думать Про Одно То Как Бо Получше Возрастить Своих Детей Господь Милосердный Оставил Меня Своей Милостью И Сын И Дочь Выросли У Меня Так Что Мне На Них Глядя Только Радоваться Приходится Устин Уже Девятый Год Как Женат Уже Трое Ребят У него А Федосия Тоже Восьмой Год Замужем И Двоих Сыновей Родила Живут Они Оба Что Устин Со Своей Хозяйкой Что Федосия С Мужем Хорошо Дружно Не Хуже Как Мы С Матерью С Их Не Жили На Осеннюю Казанскую Я Федосину Свадьбу Сыграл Погуляли Мы Как Все Как Должно Справили А Там Пройдя Малость Времени Пошел Я На Кладбище Стал Молиться Богу И У Своей Покойности Благословения Просить В Наших Возрастил Определил Их Теперь Можно Мне О Своем Спокое Подумать На Этот Раз Мне Не Было Никакого Видения И Порешил Я В Себе Что Стало Быть Благословляет Меня Акуля На Другой День Распрощался Я Со Своими Домашними И Пошел Себе В Путь Дорогу Пошел Я Прямо Сюда Так Как Еще И Раньше Много Было Наслышан О Праведном Житии Здешних Старцев Тогда Еще Жив Был Отец Амвросий Я Ему Исповедовался И Он Мне Дал Совет Оставаться В Их Монастыре И Вот Я Теперь Восьмой Год Живу Здесь Год Как Принял Постриг И Благословился У отца Игумена Зиму И Лето Жить Здесь Одному Тружусь Умерщвляю Все бы Отдал Чтобы Акули Свою Из-под Земли Достать Да Нет Жестка Мать Сыра Земля Что Уж Она Раз К себе Взяла Назад Не Отдаст Век Не Отдаст Последние Слова Вырвались У моего Собеседника Каким-то Неудержимым Порывом И Уронив Голову На руки Он Громко Зарыдал Я Сидел Молча Не Смея Шевельнуть Боясь Каким-нибудь Неловким Движением Нарушить Великую Скорбь Этого Человека Гроза Давно Прошла Слышались Лишь Падения Дождевых Капель Зерев Да Землянки Раздавались Приживистые Рыдания Монаха Не Знаю Сколько Времени Прошло Таким Образом Вдруг Он Поднял Голову И Устремил На Меня Свои Большие Серые Глаза Но Теперь В них Не Было Больше Того Выражения Какой-то Затаенной Тоски Отчаяния Которые Так Поразили Меня В первые Минуты Нашей Встречи Тихая Грусть Светилась Теперь В этом Зоре И Только Крупные Слезы Струившиеся По щекам Монаха Выдавали Его Волнение Сам Я Себе Дивлюсь Тихо Произнес Он И Как-то Странно Зазвучал Его Голос Откуда Слезы Эти У меня Взялись Ведь Сам И С тех Пор Что Я Ее Схоронил На Покров Этому Двадцать Первый Год Пойдет Ни Одной Слезы Я По ней Не Проронил А Теперь Вон Как Разрюмился Будь то Дитя Малое Уж Вы Меня Простите Не Найдя Что На Это Ответить Я Только Утвердительно Кивнул Головой Он Продолжал Хоть И Совестно Мне Перед Вами За Эти Мои Слезы Глупые А Все же Я Рад Им Теперь У Меня Словно И Легче На Душе Стало А То Уж Так Тяжко Было Что И Передать Невозможно С Этими Словами Он Встал Со Своего Места И Произнес Однако Надо Сходить Лошадь Вашу Поглядеть Монах Вышел Из Землянки Я Последовал За Ним Полная Луна Взошла На Небо И Свет Ее Отливал Миллионами Бриллиантов В Дождевых Каплях Обильно Усеивших Траву И Ветри Дерев Дивно Хорошо Было В Лесу Выбор Жениха И Невесты Приятно И радостно Смотреть На Такую Семью В Которой Царствует Любовь И Мир Между Мужем И Женой Где Супруги Живут Общей Жизнью Разделяя Радость И Горе Друг 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 И Тем Взаимно Облегчая Себе Все Трудности Жизни Но Как Жалко Положение Мужа И Жены Когда Между Ними Господствует Раздор Когда Один Не Чувствует К Другому Нежного Чувства Соединяющего Людей Воедино К Сожалению В наше Время Встречается Немало Таких Супружеств В которых Вместо Взаимного Уважения И мира Супругов Постоянно Слышатся Ссоры И Жалобы Друг На Друга Отчего Это Происходит Конечно Много Бывает Причин К тому Но Главнейшее Из них Заключается В неправильном Выборе Лица С которым Кто-либо Соединяется Узами Брака Намереваясь Вступить В брак Нужно Прежде Всего Усердно Молить Господа Сердцевец А чтобы Он сам По своей Воле Устроил Супружество Указав Избранное Лицо И благословил Его Своей Благодатью Когда Намереваешься Взять Жену Не прибегай К людям Говорит Святой Иоанн Златоуст А прибегай К Богу Скажи Богу Кого Ты Хочешь Того И Определи Но много Ли найдется Между нами Таких Которые Предоставили Своё Супружество Изволению Божию И Ступая В брак Заботились Прежде И Более Всего О Приобретении Благословения Божия На это Не все Ли из нас Заняты Бывают В этом Случае Всецело Земными И суетными Заботами И мыслями Как часто И как многие Ныне Прежде чем Выбрать себе Подругу Жизнь Старается Узнать Не нрав И поведение Девицы Но о том Сколько у нее Имений Разного рода Вещей Сколько Высокого Народа И прочее Юноши И девицы Помните Что редко Бывает Счастливым Брак Заключенный По каким Либо Корыстным Расчетам Брак Заключенный Не по искреннему Взаимному Доверию И расположению Сердец Унизительен Сокровищ Бедность Взаимная Крепкая Любовь Мужей Жены Та же Любовь Должна Служить Для жениха И невесты Побуждением Ступить В брак При этом Нужно Смотреть Не на Телесную Красоту Тела Но на Красоту Души Любимого Человека Красоту Тела Говорит Святой Златоуст Стирает Время И поедает Болезнь Но Красота Душевная Выше Всех Перемен Та И Зависть Возбуждает И ревность Производит А сия Не подвержена Подобным Страстям И не знает Никакого Тщеславия Ничто Так Не украшает Человек И не Располагает К нему Как Добрая Душа Поэтому Научает Каждого Из нас Святой Отец Когда Ты Видишь Привлекательный Внешний Вид Постарайся Узнать Внутренний Если Сей Некрасив Презри И Внешний Отцы Семейств Подражайте Попечительности Право Цавраама Который Старался Найти Для Сына Женщину Неиспорченную Искал В ней Ни Богатства Ни Знатности Рода А Только Душевного Благообразия И Вы Матери Семейств Украшайте Своих Дочерей Не золотым И Дорогими Одеждами Но Кротостью И Скромностью Скромная Благопристойная Женщина Легко Может Приобрести К себе Любовь Мужа Сделав Из него Усердного Помощника Себе В домашних Работах И Чадо Любивого Отца Думаю Что Не бесполезно Было бы Прослушать Верующим И Взять Пример С того Как Люди Мира Сего Стремятся К Знанию Господь Говорил Что Дети Века Сего Они Премудри Чад Света И Бозаботятся О Будущем Здесь Говорится О том Как Великие Русские Ученые Михаил Васильевич Ломоносов Имел Великую Дивную Жажду К знания И Какие Препятствия Стояли На его Пути Зависящие И Независящие От него И Как Он Все Это Преодолевал Этой Неуемной Жаждой Знания Жаждой Принести Пользу Своему Земному Отечеству Если бы Также Мы Желали Исследовать Слово Божие Несмотря На те Препятствия Которые Тогда Быть может Не было бы Такой Тьмы Которая Окружает Нас И Подчас Находится И в Самих Нас Когда Бессмертный Толь Высока Возможно Было Возлететь Чтоб Солнцу Бренно Наше Око Могло Приближившись Возреть Маршрутка Маршрут Тихо Слыхала Тихо Обоз Рыбный Идет На Москву Тихо И я Уйду За ним Чего Это Ты говоришь Отлично Уйду Говорю Братань Тихонько Дверь За мной Замкнешь Куда Уйдешь На Москву На Москву А И Где Она Далече И Придолг Надо Хлебом Не Собери Узелок А Это Вот Тя Тя Отдашь По Утру Поняла Отец Простит Он Знает Уходишь Уходишь По Тайну Хватит Чего Я Скажу То А А Мне То А Мне То Кавша Теперь Бишь Ребята Ну Ну Машу Ну Не Плачь Машу Мне Учиться Надо А Здесь Чему Меня Научат Книжки Жесть Про Чего Учить Про Про Все И Про То Отчего С полых В небе Играет Зимой И Про То Как Бурю Загоди Узнавать И Про Землю И Про Звезды И Про Звезды Про Все Про Все Где Ж Она Кто Книжка Какая Это Та Что Дед Пирожич Хотел Вот Она Вот Она Книжка Моя Арифметика Сочинение Магнитского Ну Машут Ну Давай Скорее Я Босты Не догоню Идет Идет Ну Вот Ну Готово Машут Ты Не Плач Я Ж Врач Чуся Вроде Что Куда Через Пять Годов Через Пять Годов Ну 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 Машут Ну Тихо Ты Машут Ну Не надо Не надо Не надо Не плачь Ну Ну Теперь Прощай Прощай Будь Добрый Машут 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 Над дорогой, над глубокими снегами, стоит гулкая, звенящая тишина. Не так давно проскрепели по дороге полозья санного рыбного обоза, и, проскрепев, ушли в снежную даль. И новый легкий звук нарушил тишину. Скрип шагов одинокого пешехода, бодро идущего по той же дороге. Он идет ровным шагом сильного человека, и расстояние между ним и караваном все уменьшается. Он покинул свой дом, где прошли его детство и юность. Покинул теплое довольство родного угла, отрывая от сердца все, все. Он поднял глаза. Высоко над ним еще дрожали в небе бесчисленные огни, великий, неизвестный ему вселенный. Нет, его домом была не только родная изба, да село над звеной. Вселенная! Вот его дом. И все, что в ней есть. Сияние северных ночей. И солнце. И земля, покрытая глубоким снегом. И весенней травой. Все это его. О, ибо все это может, и должен познать его разум. Пусть его лежит туда, где на теми холмах распинулся великий город, где ждут его книги, школы и новая жизнь. КОНЕЦ КОНЕЦ Эй, стой! КОНЕЦ Повороти назад! Чего? Чего-чего? Ты что, не слышишь? Нынче тут проходу нет. А что здесь нынче будет? Хм, Оля. А ты откуда такой, а? Из Солмогорья. Оно и даст нами всыскной приказ. Нынче нам всех бродяг и неведомых странников велено в приказ весть. Все мы разберут. Ну, говори прямо. Откуда? А будешь врать, я его не пущу. Из Холмогорья? Это какие такие холмогоры? Город Холмогоры. Архангельский край. Холмогоры. Кто-то у нас был оттуда. А, верно, был. Идем, парень, со мной к Дутикову подьячему. Вот он разберет, врешь ты или нет. Дутиков у нас из Архангельского краю. Но гляди, нежели ты нам набрехал. Держись, плохо будет. Идем. В большой избе подьячего Ивана Дутикова тишина после обеденного сна. Январский морозный день уже начинал понемногу бледнеть и гаснуть, а подьячий все еще храпел на лежанке. Печка, сын его, свесил ноги с печки, собираясь прыгнуть на пол, когда Настасья Ивановна подошла к лежанке. Господи, твоя воля. К Ричернию звонили, а Петрович еще не проснется. Петрович. Слышь. Петрович, просни. Что? Из приказа прислали? Ну, и брызгнет очень просто. Да ничего не слышь, достал. Как всего не приключилось. Петька, а ну, избегани Всенца за квасом. Ну-ну-ну-ля. Я, гляди, босый. А Всенка холодно. И где там холодно? На баловалке при матери-то. Гляди, вот скоро в учение отправят. Там жил к рукам приберут. А ну, живо! Ну, иду, иду, иду. Ну, иди, 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 ты моя бабушка. Да что ж ты такой так пужаешь, ребенок, Петрович? Это что такое еще за учение? Да, ребенка, ребенка. Этот ребенок как бы в бабки тебя в скорость не вырел. Меня в деда. Который ему год-то? О, Господи, еще в шестнадцать, Китюш. Еще у вас, ребенок. Ну, давай, дейте. Давай, моя дейте. Ну, на что похож? Это честь свинья немытая. Да, ты, Петрович, грех тебе. Тей он по образу и подобию Божию сотворен. Папнили тут на него скорый образ и подобию в школе-то. Указ вышел. Что за указ? Всех недорослей подбирать и отдать в учения, о которых не отдадутся к бить плетьми и насильного возбрать. Маменька, маменька, маменька не отдала. Ну, Будя, ну, Будя, ну, Будя, 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 счас не поведут. Наперед подучиться надо бы нас. Кудитесь? Вот такого дурня весть. Третий гост не может грамот разолеть. Ну, ночь праздником конец. А после чего принимать с утра за азбуку, и чтобы реву не было, чтобы реву не было. Подавай, мать, на стол. Ну, ладно. Она должна за мной приказывать, стучить непутем. Петь, поглядь его, кажется, кто там. Страшник. Ну, отомкнись. Здорово, Людмилов. О, здравствуй. Или вам без меня в приказе, видать, скучно? А я не за тобой, Иван Петрович. Я к тебе паренька одного привел. Ко мне? Че таков? Эх, ты обожди, запамятовал я прозвание-то его. А ну! Ну, че там все, я встаю, входи, входи. Не задерживайся. Ты, парень, чей есть? Из Холмогорья. Василий Дорофеев, Ломоносов, сын. Ломоносова? Да. Василий Дорофеевич, сынок. Да кто же его не знает в Холмогорах? Он там и в мое время, гляди, каким делами ворочал. А уж теперь ты из того, Боля. Знаю, Ломоносов. Знаю. Хозяин крепко и подряды казенные брал, и промыслы имел. Значит, парень-то ведь не сбрехал. Да. Ты что, Звучка? Михаил Васильевич. Ну, садись, Михаил Васильевич, садись. Настасья Ивановна, ложку ему давай. Петька, лавка, с тобой три. Тут гости оде. Ну, че? Снимай полушубок, Михаил Васильевич. Петька, полушубок, на лавку. Ха-ха. Я пошел. Ну, будь здоров. Ну, бывайте здоровы. Михаил Васильевич, а? Не сбрехал. Не сбрехал. Михаил Васильевич, да. Я так полагаю, Михаил Васильевич, что Василий Дорофеевич в эту скудаль сынка без большого дела не пошлет. А я по своему делу, не по отцу. По своему. Ага. А чего ж тебе здесь самому-то надобно учиться? Можешь судьбать? Так. Стало быть, Василий Дорофеевич по указу сын кого отдал? Нет, я сам. Сам? Сам. Мне в школу надобно. Можешь судьбать? Про школу московскую мне бывалый человек в Холмогорах сказывал. Говорит, там научат. Есть, есть у нас школы. Вот за иконным рядом у нас школа стоит, прозывается Академия. Туда из дворянского да из духовного звания берут. Сына Подьячева могут взять. А иных что, не берут? Никак. А то еще на Сухаревой башне школу учинил господин Магнитской. Магнитской? И вот который Магнитской? Вот что, арифметику прописал? Слушай, я не знаю там, что он прописал, а слыхал я, что он над самой первой ученой. И зато государем Петром Оречеевичем почтен был. Ой. И сам здесь живешь? Вот он где же. А где школа-то? Сухарев башну, где? Да погоди, погоди, Михаил Васильевич, никак ты к ночи идти готов. В той школе в Тефире учат до навигации, Тефирич, морскому делу. И берут только мы грамотные. Да грамотные, я. Грамотные? О, Петя. О, гляди на него. А чего мне глядеть? О, чего глядеть? Михаил Васильевич, Василий Терасеевич, это без тебя небось трудно. Хоть-то нынче плавнили, нет? У моего отца теперь свой гукор есть. На нем в море ходят. А что такое гукор? Ой, гукор, ничего не знает. Ничего он у меня не знает. Гукор это... Это значит, вот, как его... Гукор из корабля такой. На новый манер оснащен. О, понял? Михаил Васильевич, я чай родитель-то немало денег дал себе на учение-то. Нет. Пашпорт выдал. А денег он мне не дал и не даст. Я у соседа три рубля на дорогу взял. О, как! Ты стал быть здесь и без денег, и без отцов благословения. Зазорно, парень, зазорно. Петька, ты пошло, я его уже на лавку положил. Убери прочь. Все, все, все. Ладно. Пойду я. Мастер, куда же ты теперь? К школу, к Магнитскому. Хозяеву, за хлеб, завтра. Ну, иди, 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 сиди там на своем кофте-то. Э-э, а то слышь, парень, оставайся-ка у меня, коль ты их прям грамотный. Печку моего грамотно подучил, то не собишь, куда тебе их денег? Все, надеваться некуда. А я вас потом обоих и пристрою, куда ни на есть учиться. Да? Господи, мам, я что-то сыхала, сыхала, мам, милая, иди, я не отдеваю, я отдеваю, я отдеваю. Попробуй меня! Тихо! Нет, мне в школу надо бы на безотложно. Где она, Сухарева-то, башня? Где, где? Спрочь на улицу, там укажут. Сиди, сиди, милая, иди. Вы с ним, берегу, мне глины, сиди, милая. Здесь, вам снизонем дверь-то. Иди, через несколько дней в Москве начались настоящие морозы. Солнце вставало в красном тумане, и чем ясней становились дни и безоблачнее небо, тем крепче забирал мороз. Дутиков вернулся из приказа в плохом настроении. Он азиап и сердила его до смерти петровская форма. Треуголку, парик и туфли с пряжками принадлежности введенной формы для служилого сословия он принес в узелке, в руках. Ой, что я тебе очень поздно как сегодня из приказа твоего. Приказа, приказа. Приказы наши ночь по-заморскому, коллеги ими, именуются. На человека не похож стал обличьем, чисто куцый бес. Кохна эта европская, узкая-приузкая, как сядешь по слободке и по всем швам треск, а на голове копна, ну, ну, идешь к бесам. Он не успел в дом войти уж в Робесов. Давай, давай, суды, волосик твои, я их на гвоздь повешу. А завтра утром я их мучкой свеженькой попылю. Мучкой, 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 я называется Пудера, дура. Петька, ну, башку приглачь. Сейчас, сейчас, сейчас. Гость нынче будет. Какой еще гость? Утром встретил отца в Арсенофе из-за иконоспасского монастыря. Есть у него дело до сыскного приказа, придет сколковать, а у меня к нему дело. Поелик он при школе за иконоспасской в начальстве состоит. Мама, мой бачок. Ну, чего, 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 чего это вы это расшрыли? Петь, веди ворона влети. Угу, мне как стучат. Пойду сам встречу. Пожалуйста, пожалуйста, сюда, сестра, соноспасского ралоте. Не в дом еще. Вот сюда, поблизости. Пожалуйста, Настасья, подай-ка нам рыбки для яблоков моченых. Вот так. Что сие за нужда святой отец покоя посетить изволили нас грешных? Дело важное. Тому назад гадену убоявшись учения сбежало от нас два отрока неразумных из класса фара. Силич из первого класса. И отец наш архимандрит Герман по сию пору в великом гневе обретается. Их дело-то какое. Ну, далеко не уйду, вот из ловли. Вот, 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 вот. А этим-то я и пришел. Жалость имею до отроков всех, ибо безумны они и пользы своей не разумеют. Так вот, корезловите, так, конечно, пороть будете. Но они на Москве без паспортных кнутом бьют. так полегче. Полегче, Иван Петрович. Вот за этим я и пришел. Ну, запустите. Пожалуйста, пожалуйста, отец Росанофий. Спокойно, спасибо. Благодарю. Помни, как стучат. Петька, а ну, глянь туда. Все. Так, время не помоги уж. Парень который искал Могор Ломоносов. Пришел. Пришел. Здравствуйте. Здравствуй. Ты это откуда? Ведь ты хотел в школу на Вегасской идти. Что ж, а не нашел? Нашел. Нашел. Вот, святой отец, погляди на его. Парень чей есть Михайло, сын Ломоносова Василия, человек мне знакомого, хозяину всемечтимого. А Михайло этот, будучи единым его сыном, дом свой спокинул, да из Архангельского края, от Холмогор до Москвы домахал без родительского благословения. Ай-яй-яй, как же ты помыслил, недостойный, нарушить заповедь Божию о почитании родителей? Отец мой знал, что я уйду. Да не может того быть. Понеже, будучи человеком денежным, отпустил он все на Москву без единой копейки. Оттого и денег не дал, чтобы мне на Москве не сладко жилось и домой бы я обратился. Да почему же Ради решился ты на себе? Не для Ради баловства такое дело сотворил, а для пользы своей, роду своего. Ради учения, святой отец. Чудно мне. А плечи имеется и отрок пристойные, и речь его разумной мне является. Удивление достойно такое стремление к грамоте всем отроке. Да грамотный, грамотный он. Затем и пошел в школу навигацкую на Сухареву башню, что ему дескать одной грамоты мало. Что ж, в школе Далькрут пришлось, тулуп-то, видать, продал. Продал. Ага, да. А до самого Магнитского не дошел. Дошел. Хворает он Магнитской, учениками более не ведает. Ага, школа-то, видать, плоха. Школа неплоха, а то, ну, мне с ней не надо. Полагаю так, что навигации серечь делу морскому. На море учиться надлежит, а не на башне сухаревой. Ишь ты, какой. Ну, а где же ты вот так грамоту превзошел? У дичка был сосед наш. Да, а наш ко мне пришел? Сказывал ты мне, что вместе с сыном сведешь меня учиться, ежели я его грамоте обучу. Угу. Вот для того и пришел. Пришел, кто-то. А вот мы тебя сейчас при отце в арсеноке и разглядим. Грамоту твою на свет и выведем. А ну, клади шапку, скидавай кофтан. Ну-ка, грамотный, покажь нам свое грамотство. Салтырь, Салтырь, дева, а вам Салтырь? Салтырь, можешь разобрать? Салтырь, я и без книги на ум помню. Горев. Правда? Ну, а коли правда, считай, бесшири, Салтырь, который в салон можешь? Который надо. Да ты а че умел? А че фрусановки? Постой, Иван Петрович. Ну, отрок, читай кассизму, кое есть воспоминание о субботе. А грех сохрани пути моя, и же не согрешите ми языком моим. Положил сто моим хранение, як до восстати грешному предумною. Он и мех и смирился, и умолчах от благ. Согрелось и сердце мое во мне, и в поучении моем возгорелся огонь. Стой, стой, говори. Ой, что же это такое? Это сыплет на ум, как другой по книге не разберется, а? Отец Вартануфий, а ну, поспешайте его еще, какой ненавидит псалом. Стой, постой. А ведом ли тебе отрок псалом Давида кассизма нищего именуемой? Ища зоша якутын дни яму дни и кость моя якут сушила сохшица, уязвлен бысть якут трава и иссушей сердце мое во мне, якут забыв смести хлеб мой. Ой, а что же такое? ху, 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 в пот погнал меня, ху, 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 а чесослов видал? Я чесослов на ум помню. А, а, а про парьки горью, московскому святителю слыхал? Пленных свободителю и нищих защитителю, мимо чувствующих врач, царей погорничи победоноски великомученича Георгия, подвигом добрым подвизался Еси и мучителей облечил Еси, нечестие жертву уже благоприятно. Стой! Стой! Ху, ху, срод такого парня не видал. Ху, отец в Арсанофии, да ведь его хоть сейчас в Успенской собору денечки возьмут. Ать, какого-то батюшки? И чего все еще учить? Неужели еще какие науки есть? Да дура, наук на свете прибывает шесть. Все же не знает никто. Нам такой ученик в Дейка на Спасской школе сделан Ангопин. Возьмите меня в школу, батюшка. Школа-то, брат, не для всякого понастроена. Ты, к примеру, чей сын? Ломоносов. Ломоносов? Вот я знаю с Ломоносов. Я про подать тебя спрашиваю. Подать-то не несете? Несем. Ага. Стал быть, крестьянин. Крестьянин. Но, брат, тогда твое дело плохо. Школу тебе не видать. Зачем не видать? Вон, греш крестьян и детей в школу берут. Вот что, Иван Петрович, возьму я, грешник, еще один грех на душу. Но, полагаю, что сей грех на страшном судилище мне прощен будет, понеже доброе дело хочу сотворить. Дам я, недостойный перед начальствующими лицами Академии нашей подтверждения, что ведомо мне рождение сего отрока, согласно чему есть он дворянской. Батюшка, святой отец, вверх не забуду. Старея нашей школы отрок сей Академии на Москве нет. Скоро ж ей полвека минет. И сам царь Петр ее жаловал и посещал. Учись в ней соусердия и будешь милостью взыскан. Отец Варсанофий, а, Петька, Петька, как же. Петька, можешь, посчитаю, два года за грамотой сидеть. Пущайся и Михайла и сына твоего наставит в грамоте. А после сего веди их ко мне обоих. Отрока сего разумного и сына твоего. Слушайте, А я завтра же по вечерней с Артимандритом нашим отцом Германом потолкую. Проводи-ка, Петрович. Пойдем, пойдем, Ватюшка. Пойдем, отец. Петрович, отроком сдержавших хочу. Помню, помню. Отец Артимандрит, помню. 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 Усите тоже. А мне на эти науки наплевать. Для меня они вот это самое. Вот. великий. Дурак ты и есть. Чего? А в морду зылаешь? В морду? На. Ты чего это? Ты чего дерешься-то? А я не дерусь. Я учу тебя. это наш первый урок. Понял? Понял. Ну вот. Ну и морал. Хладно. Что? Михайло, Михайло, как встанешь, дров со двора принеси и протопить над барами. Хашпей для грамот приставлен, но надлежит тебе и по дому, где занадобиться подсобить. Потому я никому даром хлеб и соль не даю. А в школе должен будешь все запить, усправлять. Уразумел? Ага. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В темноте, в сонной тишине сухо потрескивал затечка и сверчок. В морозном безмолвии перекликались на кремлевских стенах ночные дозорные. Под бараньим тулупом лежал на лавке странный паренек и, подпелев голову ладонями, упорно размышлял о чем-то. архимандрит архимандрит герман был строг в обращении и взыскателен к веренной ему пастле. Он чтил букву закона и стремился воспитать в учениках за иконоспасской академии строгое соблюдение школьного устава. Он никогда не кричал на учеников и не давал воли гневу в случае их провинности. Он только сдвигал свои густые брови и не громко говорил отцу Варсоносию или отцу Стефану покарать по уставу. И мертвая тишина водворялась в коридоре, когда в конце его появлялась высокая фигура архимандрита. Будучи чрезмерно занят делами церковными, он поручал воспитание школьников своим помощникам, которые в определенные сроки давали ему полный отчет. Случаев подобных, отец ректор, в школе у нас не бывало и в уставенные не предусмотрены. Не предусмотрены, отец Герман, не предусмотрены. Но и отроков кое в три месяца преуспевали бы в изучении того, на что иным целый год надобен тоже, отец Степани, не бывало? Не бывало, отец Герман. Не бывало. И ежели ученик сей дерзает свидетельствовать, что класс пара в три с половиной месяца им превзойден и просит учинить ему в том экзаменацию, то не надлежит ли нам оно и усердие поощрять? Понеже отроков усердных к учению по сей день видим мы весьма мало. Мало, ох, мало. Но устав, отец Степан, устав обходить не пристало, а по уставу надлежит отрокам в нашем классе фара годовое пребывание. Мда. Удивление достойно и грамотность отрока. Написано прошение сия в соблюдении устава буквы четки и над чертами уверенной рукой. Слыхал я отец Герман, что еще во время домашнего его житья доводилось отроку сему составлять бумаги и прошения для отца своего неоднократно. А отец его иерей или дьякон? Записан сыном дворянина. А каков он отец Степан на твой взгляд поведения достойного? Предосудительным замечен не был. Но в мышцах взял оселен их квасу пристрастие. А кроме того замечен в большой склонности к работным людям да к мужикам. Где не увидит все непременно расспросы зачнет где и как живут. Чудной отрок. Впрочем не только сам преуспевает отменно в учении но и остатным ученикам как слабым в разуме безотказно вспомоществует. Особливо Дутикову Петре понежащий Петра голову имеет набитую неведомо чем. Но скажи отец Степан ученику Симу Ломоносову что на прошение его благоугодно нам ответить согласием и экзаменацию ему учинить. Для того отец Степан оповести отца Никодима что надлежит ему испытать ученика Ломоносова в науке исчисления по латыни спрашивать его буду я самолично остатные проверки ученик и отец Степан купи с отцом в арсенофии все непременно отец Герман на экзаменации ученик Михайло Ломоносов латинские стрижения и склонения отвечал так что отец Герман от удивления разводил руками а старенький отец в арсенофии гордившийся он учеником словно он был творением рук его сиял как именинник теперь оставался только экзамен по цифири науке исчисления отец Никодим преподававший в младших классах арифметику а в старших алгебру и геометрию почитал свой предмет не менее важным чем архимандрит латынь и доводил учеников до седьмого пота задавая им мудреные вопросы но на этот раз отец Никодим сам дошел до седьмого пота желчное лицо его побагровело и на лбу вздулась жила проверив письменное исчисление экзаменуемого ученика Ломоносова и не найдя в нем ни единой ошибки убедившись в том что он без затинки знает цифр отец Никодим мерил ученика свирепым взглядом да 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 может и до прежде того арифметику знал и до прежде того знал а кто тебе ее изъяснил книжка изъяснила арифметика сочинителя магнитского магнитского да ведь книжка сия и выльцами у нас не постигается по ней же почитаем мы ее трудно сугубо реки нам отрок какую часть книжки ты уразумел все части и диаметрию и диаметрию реки реки все части так не гожа отец Никодим опрашивай отрока по чину и порядку что есть мультипликация мультипликация есть умножение а что субстракция 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 через деление в долях и что радиксом не минуется реки реки а радикс радикс есть число вековое четверобочные либо равномерные фигуры или вещи един бог содержащий и того ради радикс или корень не минуется за ней от него все припорции все я алгебры зачинаются или рождают отменно а как придет суперфикция в колесах когда умножим цинкуференцию через окружение через архимедов диаметр и произведение разделим через четыре то по разделению придет суперфикция как а теперь отец никодим поняже вопросы сии задачи подлежат изучению токмо в старших классах а не в классе фара а испытуемый показал и вон их свое разумение то считать надлежит экзаменацию оконченной и весьма отменна ну отрак учись от всего дня в классе инфима голова у тебя создана на славу божию расти учись и возвышайся готовя себя к принятию сана владыка благословите в библиотеке нашей книги брать невозбранно а кто же возбраняет тебе брать их отец библиотекарь выдает только мою единую книгу от воскресного дня до воскресного дня а тебе что же целой книги на единую седьмицу мало мало владыка хорошо я скажу отцу библиотекарю ну ступай благословите владыка иди с миром благословите отец мудрец во имя отца и сына и а как олимпийца прибор страны света указующий компас аминь да грядущие нам смертным неведомо но полагать можно что и в импине недолго пробудет отрок сеть и учение окончив может составить плаву академии нашей сло уже совсем по весеннему согревало Москву И высокие берега Неглинки зеленелись свежо и ярко. Библиотека, окна которой обращенные на запад, были самыми широкими во всем здании Академии, в часы заката была залита светом. Книги помещались тут и в шкафах, и на полках, и просто лежали высокими столбиками на некрашенных столах. В тишине отчете расцветили усилия Илья в руках философов и богословов, делавших выпуски из больших книг. Но ни один философ и ни один богослов не были такими упорными посетителями библиотеки, как ученик Михаила Ломоносова. Его крупная голова склонялась здесь над книгой во все свободные часы. Он прочел уже немало книг, и славянских, и латинских, но ни в одной не обрел того, чего жаждала его душа. От года в году росло в нем и не давало покоя стремление к реальному, опытному, а не к шелостическому познанию мира. Он мечтал и думал об этом изо дня в день в полном одиночестве, не имея около себя ни одного человека, который исполнил его. О, вы, которых быстрый зрак пронзает в книгу вечных прав, Которым малые вещи знак являет естества устав. Вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет? Что зыблет ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч Стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар Среди зимы рождал пожар? Мы собрали вас, отроки, для того, чтобы оповестить о чрезвычайном событии. По указу правительствующего Сената из Санкт-Петербурга Надлежит нам, грешным, отобрать из вас двадцать наилучших учеников, Дабы отправить в Санкт-Петербургскую академию наук Для дальнейшего в науках преуспевания. А почему, благословясь, приступим мы к тему отбору незамедлительно И учиним для всех письменное испытание? Расходитесь с миром потерьем А в скорости по решению вашему Приступайте со усердием конной работе по латинскому языку Вся школа гудела, как потревоженный улей Слух прошел, что сверять работы Будет вместе с заиконоспасским начальством И некой ученой, приехавшей с Санкт-Петербургской академией наук Через день была назначена проверочная работа Рано утром Дутиков вызвал Михайлу в коридор Михайло, ты старое добро помнишь? Помню Вот, помню А в Петербург уедешь, что с Петькой станет? В том я не вален А ты не пиши, не пиши Откажись, Михайло, откажись Слез на тебя с Настасьей Ивановной молим Петьку-то в школе извели совсем Что-нибудь день в углу на горочке стоит На коленях чирзи А Настасья Ивановна тебе харти будет из дома носить Токнуть Петьку не оставь Не пиши, Михайло Да что ты, Иван Штроевич, как такое можно сделать? Как сделать? Как дома жениться не хотел Сумел себе болезнь притворить Сам сказывал Притворить теперь Ну, согласен, что ли? Нет Михайло Ну, не могу я Ну, погодишь ты Самозванец На другой день Отец Герман Отслужил молебен После чего члены ученого совета Прошли в зал А оттолпившиеся в коридоре ученики Прислушивались через закрытые двери К их голосам Петербургский гость Положил перед ректором Стефаном Четко исписанный лист Высокочтимые Отец Герман и отец Стефан Как я уже имел честь Изъяснить вам В работах подданных учениками Вереного вам училища Не усматриваю я ни единой Коя может равняться С работой всего ученика 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 Ломоносова Именно так Ломоносова Из работ, прочитанных мною Отмесить еще надлежит Виноградово изложение Толково весьма составленное Сознание в латинских оборотах А из остатных Усматриваю я едва ли Десять работ Составители, коих могут быть допущены К дальнейшему изучению наук Ломоносов у нас Письма в науках преуспевает И поступив к нам уже не в малых годах В единый год одолел Три класса Он и вирши латинские С первого года слагать начал И подвязаясь на публичных диспутах Кои у нас ежегодно совершаются Читал нам свои переводы Из древнего сочинения Вильгиня И весьма прекрасно о нем говорил Из описаний его вижу Что весьма он усерден В стене философских творений А надзиратель петухов Вести испытуемых Они вошли гурьбой И став перед начальством В заплатанных кафтанах И в изношенной обуви Жались друг к другу Ожидая решения своей участи Ректор Стефан Обратился к ним с краткой речью И только собрался называть Фамилии учеников Как с грохотом распахнулась дверь И под ячей дутиков Ворвался в зал ученого совета Владыка святой Господа ученый совет Дозвольте сообщить наиважнейшее дело Как дерзнул ты Вторгнут за зал день Поди вон Я уйду Я уйду, отец Герман Токма дело мое есть наиважнейшее И неотложное касательно ученика вашего Ломоносова, Мишки Ломоносова? Излагай с подпешностью Ученик сей Ломоносов Михайло Не может состоять учеником Не Токма в Санкт-Петербургской академии Но и в дешней По ней же он есть Самозванец Самозванец Изъясняй вразумительней Облыжно именуй себя сыном дворянским Обманом вступил он в училище сие Ибо Михайло сей есть не дворянской А просто крестьянской сын Но сие надлежит доказать Касательно происхождения ученика Отчего имеем мы свидетеля Отец Варсонофий Изложи нам Что тебя ведом Да отец Варсонофий Да отец Варсонофий Обман сей покрыл По моей же грешной просьбе Каюсь По моей По ней же Жалость Вызымел я всему отроку Отец Варсонофий Отец Варсонофий Что скажешь нам на седе Отец Верман За долгую мою жизнь Единый токморат согрешил я обманом Но совесть моя и по сей день Меня зато не корит Ибо отрок Михайла Преуспевая каждодневно в науках Оправдал грех мой Нарушителем устава ученился ты Отец Варсонофий На старости лет Что скажешь нам на грех сей Скажу вам отец Верман Те слова кои Господь наш сказал Про нарушителей закона субботнего Не человек для субботы А суббота для человека Напоминаю ученому совету Что кроме Ломоносова Повеличаться в академии Будет вам неким Но за такое нарушение устава Подлежит он суровой каде А просить надлежит Владыка ученика Ломоносова Самоличным Ведомо ли тебе Нечестивый Что за сокрытие Сословья Наклежит тебе по уставу Ссылка в дальний монастырь Ведомо Как же решился ты На сей злостный обман Начальствующих над тобой Духовных лиц Решился По простоте своей И по великой любви к учению Скажи нам Ломоносов К чему имел ты Наибольшую склонность От малых лет К учению От ребятичих лет До сего дня И от тех годов До сего дня Нет у меня Кромя ничего Кто же тебя Из дальнего Твоего края Привез Я сам ушел И шел всю дорогу Всю дорогу Ежели учиться Тебя отпустим То житие Твоего Внимание К содеянному Преступлению Весьма Нелегким Будет Работа Во весь день А пища Токма Хлеб С квасом Согласен ли Ты будешь На сие Покаяние Господа Ученый совет Ради учения Не токма Не жалею Об оставленном Мною Удовольствии Но и самой Жизни Не пожалею Понеже Жить Без учения Али Понереть Для меня Един А остатное Все Мне не страшно Крестьянский Я сын Тело У меня Крепкое И руки Сильные Родина Моя Суровый Край Стужу Да зимнюю Бурю Ребенком Знал Я Не боялся И нонсе Боюсь Не суровости Жизни А токма Жизни Лишенной Познания Всего Что не Есть На свете Господа Ученые Совет Ученик Ломоносов Михайлова Первым Из всех Взят В академию Редактор субтитров Субтитров Российская Редактор субтитров Со своей старухой Редактор субтитров Редактор субтитров Корскою В третий раз Закинул он Мемод Пришел Мемод С одной Рыбкой С непростой Рыбкой Золотой Как Взмолится Золотая Рыбка Голосом Молвит Человечьим Отпусти Ты Старче Меня В море Дорогой За себя Дам Откуп Откуплюсь Чем Только Пожелаешь Удивился Старик Испугался Он Рыбачил Тридцать Лет И три Года И не Слышивал Чтоб Рыба Говорила Отпустил Он Рыбку Золотую И сказал Ей Ласковое Слово Бог С тобою Золотая Рыбка Твоего Мне Откупа Не надо Ступай Себе В синее Море Гуляй Там Себе На Просторе Ворот Ворот Себе Не умел ты взять выкуп от рыбки, Хоть бы взял ты с нее корыто, Наше-то совсем раскололось. Вот пошел он к синему морю, Видит море, слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка и спросила, — Чего тебе надо, старший? Ей с поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государиня рыбка, Разбронила меня моя старуха И дает старику мне покою, Надо б на ей новое корыто, Наше-то совсем раскололось. Отвечает золотая рыбка, — Не печалься, ступай себе, С Богом будет вам новое корыто. Воротился старик ко старухе, У старухи новое корыто. Еще пусть старуха бронится, Дурачина ты, простофиля, Выпросил дурачина корыто, В корытье многоль корысти. Воротись, дурачина ты, крытьки, Поклонись ей, выпросил ж избу. Вот пошел он к синему морю, Помутился синее море, Стал он кликать в золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, Просила, — Чего тебе надобно, старчик? Ей старик с поклоном отвечает, — Смелуйся, государыня рыбка, Еще пуще старуха бронится, Не дает старику мне покою, Избу просит сварливая баба. Отвечает золотая рыбка, — Не печалься, ступай себе с Богом, Так и быть, изба вам уж будет. Пошел он ко своей землянке, А землянке нет уж и следа. Перед ним изба со свечелкой, Кирпичную, беленую, другою, С дубовыми, часовыми вороты. Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит, мужа ругает, — Дурачина ты, прямой простофиля, Выпросил простофиля избу, Воротись, поклонись рыбке, Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть столбовою дворянкой. Пошел старик к синему морю, Неспокойно синее море, Стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, Спросила, — Чего тебе надо, старче? Весь поклоном старик отвечает, — Смилуйся, государыня рыбка, Пусть и прежнего старуха вздурила, Не дает старику мне покою, Уж не хочет быть она крестьянкой, Хочет быть столбовою дворянкой. Отвечает золотая рыбка, Не печалься, Ступай себе с Богом. Воротился старик ко старухе, Что ж он видит, Высокой тенем. На крыльце стоит его старуха, В дорогой с поболей душегрейки, Порчевая на маковке птичка, Жемчуги огрузили шею, На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги, Она бьет их, За чупрун таскает. Говорит старик своей старухе, Здравствуй, барыня-сударыня, Дворянка, Чай теперь, Твоя душенька, довольна? На него прикрикнула старуха, На конюшне служить его послала. Вот неделя, Другая проходит, Еще пущи старуха вздурилась, Опять к рыбке старика посылает, Воротись, Поклонись рыбке, Не хочу быть столбовою дворянкой, А хочу быть вольною царицей. Испугался старик, Взмолился, Что ты, баба, Белены объелась, Не ступить, Не молвить не умеешь, Насмешишь ты целое царство. Осердилась пущи старуха, По степе ударила мужа, Как ты смеешь, мужик, Спорить со мною, Со мною, Дворянкой столбовою. Ступай к морю, Говорят тебе честью, Не пойдешь, Поведут по неволе. Старичок отправился к морю, Почернело синее море, Стал он кликать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, Спросила, Чего тебе надобно, Старший? Здесь поклоном старик отвечает, Смелуйся, Государиня рыбка. Опять моя старуха бунтует, Уж не хочет быть она дворянкой, Хочет быть вольною царицей. Отвечает золотая рыбка, Не печалься, Ступай себе с Богом, Добро будет старуха царицей. Старичок к старухе воротился, Что ж, Пред ним царские палаты, В палатах видит свою старуху, За столом сидит она, Старичок, Служат ей бояре да дворяне, Наливают ей заморские вины, Заедает она пряником печатным. Вкруг ее стоит грозная стража, На плечах топорики держит. Как увидел старик, Испугался, В ноги он старухе поклонился, Молвил, Здравствуй, Грозная царица. Ну, теперь твоя душенька, Довольна? На него старуха не взглянула, Лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, Старика за шеей затолкали, А в дверях-то стража подбежала, Топорами чуть не зарубила. А народ-то над ним насмеялся, Поделом тебе, старый, невежа, Впредь тебе невежа наука, Не садись, а не в свои сани. Вот неделя, Другая проходит, Еще пуще старуха вздурилась, Придворцев за мужем посылает, Отыскали старика, Привели к ней. Говорит старику старуха, Воротись, поклонись рыбке, Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в океане море, Чтоб служила мне рыбца золотая И была б у меня на посылках. Старик не осмелился перечить, Не дерзнул поперек слово молви. Вот идет он к синему морю, Видит на море черная буря, Как и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют. Стал он кличать золотую рыбку, Приплыла к нему рыбка, Спросила, чего тебе надо, Старчи? Ей старик с поклоном отвечает, Смилуйся, государыня рыбка, Что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою, Чтобы жить здесь в океане море, Чтобы ты сама ей служила.